Районная администрация начала свою рабочую неделю с аппаратного совещания. В центре его внимания были актуальные вопросы. Прозвучала информация о проведенных мероприятиях в объявленный президентом России год добровольца и была проанализирована работа с обращениями граждан. Более подробно об этом в нашем репортаже. Право граждан на обращение к власти обеспечивается администрацией Славянского района. Для того, чтобы найти решение своих проблем, славянцы приходят на личные приемы к главе района и к его заместителям. Также организуются встречи руководства района с трудовыми коллективами, ответы на вопросы жителей через средства массовой информации. В 2018 году было проведено 32 встречи с жителями всех сельских поселений района. На контроль было поставлено 257 обращений. На сегодняшний день решено 84% обращений. Обращения граждан являются с одной стороны существенным источником информации, необходимым для принятия управленческих решений, выработки и корректировки стратегии управления. С другой стороны, одной из важных форм участия в управлении делами общества и государства сельными гражданами. На встречах больше всего устных обращений было на тему жилищно-коммунального хозяйства. В числе приоритетных – вопросы ремонта дорог и обустройства тротуаров. Немало в обращениях спрашивалось о работе здравоохранения и транспорта. Были приняты меры и даны разъяснения по сути вопросов 215 обращений. Остальные остаются на контроле и работа по ним продолжается. В докладе начальника управления по делам молодежи было рассказано о многочисленных мероприятиях, организованных в Славянском районе в рамках года добровольца в 2018 году. Ни одно районное мероприятие не обходится без привлечения волонтеров. Без малого 3000 добровольцев были задействованы в акциях. В 2018 году клубом при участии добровольцев было организовано 147 молодежных акций и содействий в проведении мероприятий. В год добровольца самими масштабными стали проект «Автопоиск Победы», о котором сегодня говорилось на планировке акций «Автопоиск Победы», приуроченный к празднованию Дня Матери, акции «Мы едины», «Чистый берег», «Стопспид», «Спортивно-массовые мероприятия», «Дни здоровья» и так далее. На данный момент в состав районного волонтерского клуба «Пчела» центра входит в порядке 80 активистов. Ребята оказываются царю бытовую помощь в вашем доме. Волонтеры Победы помогали ветеранам, благоустраивали памятники и мемориалы, сопровождали проведение бессмертного полка. Они активно содействовали в организации более 30 мероприятий. Не остались волонтеры в стороне и от празднования столетия комсомола. Также на аппаратном совещании был рассмотрен и ряд других вопросов. Начальник отдела учета и отчетности финансового управления Марина Пудовкина в своем докладе отметила, что сумма кредиторской задолженности района на начало ноября сократилась на треть. Результатом проделанной за год работы стало сокращение муниципального долга бюджетов района и поселений почти в два раза. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа События.